МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Махачкурбанов. Коротко о главных событиях сегодняшнего выпуска. Работы по укладке асфальта на дороге Махачкала-Каспийск близятся к завершению. В доме дружбы сияли улыбки детей, где прошло мероприятие к священному празднику мусульман Ураза-Байрам. Очередной турнир по профессиональным боям ММА пройдет в Дербенте. Сегодня асфальтобетонный завод Махачкалы впервые начал свою работу в 3 часа утра. Так выдача смеси увеличится в два раза. Это позволит ускорить темпы реконструкции автодороги между Махачкалой и Каспийском. Руководитель Дагавтодора Загид Хучбаров проинспектировал ход реконструкции трассы. О том, как ведутся работы, расскажет Зумруд Гамидова. В 3 часа ночи на фоне спящего города завод по производству асфальтобетона работает в полную мощь. Завод оснащен самым современным оборудованием. Предприятие автономное, но контроль операторов постоянный. Сырье загрузили и переработали. И уже через несколько минут асфальт готов к отправке. Команда рабочих готовится к укладке верхнего слоя на участке дороги Махачкала-Каспийск. Уже обработанный асфальт отправляют на место реконструкции. Материал позволяет замедлить процесс образования на покрытии дороги дефектов, а также продлевает срок его службы. Ежедневно на объекте задействовано 75 специалистов и около 50 единиц техники. На сегодняшний день на заводе Тюбе смену мы можем выпустить 2000 тонн асфальтобетонной смеси. Если мы сейчас переходим на двухсменный режим работы, это означает, что за сутки мы можем выпустить около 4000 тонн асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» совместно со столичной мэрией. Реализация программы находится под строгим контролем республиканских и федеральных властей. До начала работ на объекте было много проблем. Имелись разрушения асфальтобетонного покрытия, многочисленные выбоины и ямы. Дорога была сдана в эксплуатацию 10 лет назад и сегодня требует реконструкции, причем на самом высоком уровне. Уже проделана большая работа и 20 июля трасса вновь будет открыта. Есть у строителей нормы и правила, государственные стандарты. В рамках этих норм, насколько можно ускорить, мы ускоряем работу. Но к 20 июля, иншаллах, мы этот участок дороги пропустим в движении. Так поставил задачу руководитель республики Рамазан Гаджимрадович, чтобы мы вышли на круглосуточную работу. Глава ведомства пояснил, что равномерно снимать изношенный слой дорожного полотна позволяет система 3D-нивелирования, установленная на фрезеровочное оборудование. Использование новшества обеспечит идеальную ровность покрытия на всем протяжении участка. На сегодняшний день отфрезеровано более 4 километров дороги, произведен монтаж барьерного ограждения с обеих сторон общей протяженностью 13 километров. Работы ведутся с опережением графика на 10 дней, несмотря на непогоду, разыгравшуюся накануне, которая также вносит свои коррективы в работу организации. Правила какие? В последние годы очень сильно растет грузоподъемность транспорта, очень сильно растет скорость транспорта, то есть интенсивность движения. Под эту интенсивность движения мы сейчас запроектировали верхний слой этой дороги. Снимаем изношенный слой, укладываем полимерную сетку и на нем укладываем асфальт. Асфальт изготовлен по всем правилам, подается сюда вовремя, в течение 30 минут с завода ТВЕ сюда приходит. Вот сегодня начали 3 часа утром. Кроме того, в рамках агломерации Махачкалы с регионального фонда выделено более 600 миллионов рублей на ремонт подъездных дорог столицы. А на средства из федерального бюджета запланирована реконструкция 68 улиц в два этапа. Работы уже ведутся. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Доме дружбы города Махачкалы для детей состоялось торжественное мероприятие, посвященное священному празднику мусульман Ураза Байрам, организованное Дакком религии совместно с муфтиятом республики. Расскажет Абдулла Алиев. В мероприятии приняли участие политические, общественные и религиозные деятели республики. Праздничный вечер открыл муфтии республики Дагестан шейх Ахмат Афанди. В своем обращении он поздравил всех с прошедшим праздником Ураза Байрам, пожелал взаимопонимания и уважения, и выразил свою радость за подрастающее поколение республики. Я сегодня безгранично рад тем, что я смотрю на вас, на самых молодых дагестанцев. Как будто я вижу будущее Дагестана. Я до сих пор я говорил 70%, 80%. Я уверен, что в Дагестане будет хорошо. А сегодня, смотря на наших участников, на наших зрителей, я сегодня уже говорю, я 100% уверен, что будущее Дагестана будет прекрасным. И, иншаллах, Дагестан будет все время процветать. Присутствующим также обратился заместитель председателя правительства республики Дагестан Рамазан Джафаров и поздравил всех с праздником Ураза Байрам от имени главы республики Рамазана Абдулатипова. Для мусульман месяц Рамазан – это время, когда единоверцы, друзья, родственники в атмосфере дружелюбия собираются вместе, чтобы еще раз проявить друг другу свое уважение. Время, когда мы все проявляем заботу о других и стремимся помочь тем, кто больше всего нуждается в этом. Вместе с тем, месяц Рамазан Юраза Байрам является символами возрождения и повышения духовности. Мы все сегодня находимся здесь, в этом зале, потому что нас всех объединяет единая вера, единая история, культура единой, одинаковые традиции. В программе мероприятия были творческие выступления воспитанников дошкольного образовательного учреждения «Райские птички», просмотр карткометражных видеороликов, статические постановки на религиозную тематику и исполнение нашидов. Также среди зрителей в зале была проведена викторина. Ведущий Мухаммад Расул Абакаров задал вопросы из истории о жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Каждый, кто отвечал правильно, получал подарки. Цель у нас одна, с малых лет, чтобы дети ощущали свое место в этом обществе, знали, что есть такие праздники у нас. И есть, хоть они носят как бы религиозные, оно уже давно стало общедагестанским праздником. На этих мероприятиях мы испытываем наши молодые поколения, наших детей. Если мы не будем показывать на нашем примере, не будем показывать, что у нас есть такие прекрасные праздники, есть такие прекрасные священные месяцы. Мы, когда взрослеет ребенок, уже ему тяжело бывает, воспринимаем. Торжество, посвященное празднику Ураза Байрам, было специально организовано для детей, среди которых были и сироты. С малых лет они столкнулись с огромным горем в своей жизни. В этот день их глаза были наполнены радостью, которую подарили им яркие и красочные выступления артистов. Спасибо организаторам этого праздника. Честь Ураза Байрама. Я очень рада, было очень весело. Дай Аллах всем здоровья. Было очень весело, красиво. Организаторы хорошо подготовились. Мне было очень приятно. Мне очень сильно понравилось, как там все было. Что больше всего это дополнилось? То, что чтение Коран. Спасибо за тем, что организовали. Это большой бар, что детям такое большое внимание сделали. Дети очень рады. По окончанию мероприятия всех маленьких гостей торжества ждали сладкие презенты. Ни один ребенок в этот день не остался без подарка. Нет ничего ценнее, чем сияющее лицо ребенка от улыбки. Сегодня можно сказать организаторам мероприятия, это удалось сделать. Всем детям были розданы подарки. Но самой главной целью было поздравить всех детей с прошедшим священным праздником Ураза-Байрам. И можно сказать, у организаторов мероприятия это оригинально получилось. Абдул Алиб Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. С коротким обзором новостей сегодня ознакомит Алина Хасанбекова. Трое дагестанцев вошли в экспертный совет Всероссийского конкурса молодежных проектов. Конкурс проводился в несколько этапов. Всего было подано более 300 заявок со всей России. В числе тех, кто прошел отбор, оказались представители Министерства молодежи Республики Дагестан Магомед Абдулаев и Сиражудин Галимов, а также начальник отдела стратегических проектов и информационной безопасности Координационного информационно-культурного центра Сабина Курбанова. Житель Дагестана оштрафован за публикацию в интернете. По данным прокуратуры Казбековского района, житель дагестанского села Буртуна разместил на своей персональной странице соцсети ВКонтакте символику запрещенной в России террористической организации Аль-Каида. В связи с этим в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, суд привлек нарушителя к административной ответственности в виде штрафа. В 16 районах Дагестана началась уборка озимых зерновых культур. По всем категориям хозяйствования всего убрано более 2000 гектаров. Всего в этом году планируется собрать около 200 тысяч тонн урожая озимых культур. В настоящее время в хозяйствах Дагестана ведется работа и по заготовке грубых кормов. По последним данным, работа ведется в Дербенском, Сулейманстарском, Кизлярском и других районах. Пятеро врачей предстанут перед судом по делу о смерти роженицы в Хасавюрте. Напомним, что 29 января 2016 года после операции в перинатальном центре Хасавюрта скончалась местная жительница. Смерть женщины расследовалась в рамках уголовного дела. По данным прокуратуры и заключения эксперта, известно, что врачи должны были и могли предвидеть наступление смерти роженицы и, соответственно, не допустить этого. Уголовное дело в отношении врачей направлено в суд для рассмотрения по существу. Очередной турнир по смешанным единоборствам серии «Selection of Warriors» состоится 9 сентября в Дербенте. Вопросы подготовки к бойцовскому шоу его организаторы обсудили в администрации Дербентского района. Турниры по ММА сегодня вызывают большой интерес у подрастающего поколения. Руководство муниципалитета и спортивные функционеры уверены, что предстоящие бои дадут новый импульс развития смешанных единоборств в Дербентском районе. Отметим, что это уже пятый вечер профессиональных боев данной серии. Четыре из них состоялись в Махачкале, еще один прошел в Москве. В этот раз руководитель «Selection of Warriors» Абдул-Керим Айгунов решил расширить географию турнира и провести его в Дербенте. Организаторы уверены, что зрители станут свидетелями ярких поединков с участием известных дагестанских бойцов. Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду привезли дагестанские борцы с молодежного первенства Европы. Соревнования проходили 27-28 июня в немецком Дортмунде. А ранним утром триумфаторов встречали в Махачкалинском аэропорту. Поздравить спортсменов с успешным выступлением на юниоркском первенстве континента прибыли их родные, друзья и болельщики. Награды континентального первенства разыгрывались в восьми весах. Из дагестанцев, представлявших российскую сборную, без медалей не остался никто. Хочу от имени ребят, от имени сборной России, сборной Дагестана отлично от себя поздравить всех болельщиков, которые вот рано утром приехали поболеть за ребят. Они чувствовали ваши поддержки, это помогало им, они были уверены в победе. Кому-то повезло, кому-то нет. Я думаю, что при хорошем отношении к себе, к спорту у этих ребят большое будущее. Первое золото в копилку национальной команды принес хасаюртовец Мухаммад Хон Мухаммад Заде. Его починь старался поддержать Абдулла Ахмедов, однако в равной борьбе он уступил в одной из встреч, выиграв тем самым лишь бронзовую медаль. Своё выступление амбициозный борец оценивает самокритичным. Во второй день в шаге от золотой медали остановился дебютант российской сборной Гаджимагамед Нажмудинов. Уверенно, победив на пути к финалу четверых оппонентов, махачкалинец оступился в решающем поединке, упустив своё преимущество на последних секундах встречи с земляком из сборной Азербайджана Гаджимрадом Магомед Саидовым. Да, доволен. Нормально, слава Аллаху. Только первый серьёзный старт был, нормально отборолся. Дальше будем тренироваться. Вот сборная два чемпиона тоже есть у нас. Тренний раз сказали нормально. Чуть-чуть в финале такая схватка получилась. Чемпионство в абсолютном весе второй год подряд российской команде принёс Магомед Амин Дибиров. За весь турнир воспитанник школы имени Гамидова завоевал 27 очков, отдав соперникам лишь два балла. Сам чемпионат был такой неплохой. Уже второй год боролся там. В прошлом году выиграл. В этом году тоже настраивался на все схватки. Даловать была только победа. После небольшого отдыха борцы приступят к тренировочному процессу. Следующим стартом для членов сборной России станет мировое первенство. Оно пройдёт в начале августа в Финляндии. Курбан Рагимов, Доуд Гассанов, телеканал НМТ, Махачкала. Ну и напоследок, как обычно, курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 38 копеек и евро 67 рублей 8 копеек. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»